Всем привет! Меня зовут Сергей и сегодня мы поговорим о том, из чего же складывается взломостойкость двери. Так сказать, разберем ее по компонентам и поймем, что нужно для того, чтобы собрать дверь с максимальной взломостойкостью. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Итак, из чего же должна состоять такая дверь? Для наглядности мы будем заполнять нашу пустую дверь по мере добавления взломостойких компонентов. Первое, с чего стоит начать, это металлоконструкция двери. Я не устану повторять, что во взломостойкой двери должно быть все сбалансировано. И замки, и металлоконструкция. Одно должно соответствовать другому. Начнем мы с металлоконструкции и разберем, из чего же она состоит. Разберем каждый ее элемент, насколько он влияет на взломостойкость двери в целом. Первое, это наружный лист стали. Он должен быть не менее трех миллиметров. Все, что меньше, легко режется обычным киличным ножом. Поэтому лист стали, который стоит снаружи, от трех и выше. Второе, это каркасы ребра жесткости двери. В идеале должно это быть сделано из уголка. Ребра жесткости должны быть как вертикальные, так и горизонтальные, чтобы обеспечивать жесткость конструкции во всех плоскостях. Третий элемент, это дверная коробка. Во-первых, она должна защищать ригели от замка, входящие в нее, для того, чтобы их нельзя было забить. Плюс ко всему, должна обеспечивать максимальную жесткость конструкции. В дверях, которые у нас сертифицированы на третий класс и выше, дверная коробка делается из швеллера. Швеллер, это элемент заводского металлопроката, который, если в разрезе посмотреть, выглядит как буква П. Из него варится дверная коробка по периметру. Толщина стенки 4,5, полки 7,5. Данный элемент обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Даже если дом дает усадку, дверная коробка не играет и ее не ведет. То есть не ломается диагональ. А если не швеллера будет сделано? А если не швеллер, то, как правило, у многих производителей гнутых дверей это делается из гнутого профиля. Гнутый профиль, толщина стенки идет 1,5 мм. То есть, в принципе, такую стенку легко любыми инструментами, как механическими, так и электрическими, просто распороть и забить ригели. Поэтому, если вы хотите себе взломостойкую дверь, обращайтесь в компанию Bastion S, где каждый элемент вашей двери будет учтен, исходя из ваших пожеланий. Ну, а мы идем дальше. И следующий элемент – это замковая зона. Помимо основного листа стали, в области замкова добавляются различные бронепластины, которые защищают замки от каких-либо инструментов взаимодействия. Будь то высверливание, будь то газовые резаки и прочее, прочее, прочее. Усиление замковой зоны, в принципе, есть во всех дверях. Но усиление это будет разным. То есть, в каких-то дверях идут просто фэромарганцевые пластины, где-то идут плюс дополнительные листы нержавейки, стекломагниевый лист и еще что-то. Все зависит от того, какой уровень взломостойкости вашей двери. Пятый элемент металлоконструкции взломостойкой двери – это противосъемные штыри. Что же это такое? Ну, судя из названия, это штыри, которые препятствуют съему двери. Если бы их не было, ваши двери срежут петли, и дверь можно будет открыть просто в противоположную сторону. Но когда ставят противосъемные штыри, они заходят в раму и препятствуют открытию двери в случае срезания петельного блока. И шестой элемент металлоконструкции немаловажный – это металлический наличник. Что же он из себя представляет? Это элемент дверной конструкции, который закрывает технологический зазор между дверной коробкой и вашей стеной. То есть, по сути, то место, где стоят крепежные штыри, которые держат вашу металлоконструкцию в дверном проеме. Если бы его не было, была бы возможность легко добраться до крепежей вашей двери. И просто их спилить и зайти. Первая часть нашей взломостойкой двери, как вы обратили внимание, это металлоконструкция. И из нее складывается 60% взломостойкости. Теперь перейдем ко второй части нашей взломостойкой двери. Это то, что связано с замками. Первое – сами замки. В взломостойкой двери должно быть как минимум два замка разных систем запирания. То есть, это либо цилиндровый сувальдный, либо два цилиндровых, либо цилиндровый, плюс какой-то там замок-невидимка, либо еще что-то. И, как вы видите, это немалая часть, которая занимает 20% взломостойкой двери. Поэтому немаловажным является уделить внимание именно выбору ваших замков. Следующий элемент нашей двери – это цилиндровые механизмы. Многие, например, вообще не уделяют этому никакого внимания. Ну, так как думают, что это какая-то мелочь. По сути, это и выглядит как мелочь. Но на самом деле это является основной частью секретности цилиндрового замка. Чтобы вы не путались, объясню сразу, что есть цилиндровый замок – это, так скажем, корпус, из которого выходят подвижные ригели и являются запирающим устройством. И есть цилиндровый механизм – это, так скажем, интеллектуальная часть управления этим замком, которая вставляется в него. Собственно говоря, вот она. Ну и последний элемент нашей взломостойкой двери – это различные броненакладки. Как правило, ставятся они именно на цилиндровый механизм и защищают его от высверливания, выбивания, вырывания и прочего. Но также есть и броненакладки для сувальдных замков. Это либо магнитные броненакладки, которые закрывают само гнездо, либо так называемые пиновые шлюзовые броненакладки, которые сначала ключ вставляешь в нее, проворачиваешь и вставляешь дальше. И после того, когда мы собрали с вами эту дверь, я хочу вам сказать, что все это работает только в комплексе. Нет смысла покупать дорогостоящие взломостойкие замки, если у вас слабая металлоконструкция. Нет смысла платить бешеные деньги за цилиндровый механизм, если у вас не серьезный замок. Все работает только вместе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще добавили для увеличения взломостойкости двери. Это могут быть как камеры, так сигнализации и прочее. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно посмотреть данный видеоролик. Поэтому не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. А с вами был Сергей, канал Bastion S. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok